Всем привет! Я сегодня хочу записать рефлексию по марафону 33-дневному. Я пишу как бог. В общем, я его прошла, наверное, дней 10 назад окончила. И в течение марафона, в общем, результаты можно наблюдать с первого дня. Пошла я туда для того, чтобы двигаться и увидеть движение у своего отца. Да, у него была операция на ноге, и рана вообще не заживала. И моих ран, видимо, было слишком много, которые не заживали. Каждый день я писала пост. Я уже на своем основном аккаунте писала посты. Посты писала достаточно редко, потому что я всегда ждала пост, когда у меня родится от чувств. И когда здесь я увидела вот эти условия, пост писать нужно каждый день, марафон на вылет. Если один день не напишешь, то начать можно будет заново, только заплатив опять ту же сумму. Такой хороший очень стимул оказался, я думаю, для всех тоже. Вот, и каждый день надо искать те чувства. Каждый день не вылетать из здесь и сейчас. Каждый день. Я знаю, что такое, просто знала, что такое поиск чувств для поста. Это после того, как их найдешь и пост напишешь. Это был такой подъем. Но здесь движ получился в десятикратном размере, даже если не больше, в двадцатикратном. Потому что у меня пост раза в двадцать дней, это вообще еще хорошо было. В первый же день я увидела результат. Нашли врача, который единственный сказал из всех, давайте пробовать с ногой у отца. Там грозила ампутация. Вот, давайте пробовать спасти ногу. Я писала... Как-то пост писала о том, как я ищу темы. Могло быть так. Тема родилась. Идея вообще, все. И чувства. Главное, что все от чувств. Но во время написания поста примерно на середине стреляла трансформация. И все. И я вижу уже результат. Я даже дописать не могу, потому что... А что писать-то? Уже все случилось. Уже... Уже не то, что импульс прошел. Уже получай результат. Вот он тебе дается. И радуйся. Я ждала вечера тогда. Я смотрела, что еще придет. Обязательно что-то приходило. Если оно не приходило, я просто брала телефон. И что рука пишет, то пишет. Я знала. Я прямо доверяла своей руке. Есть разница. Пост написать для кого-то с учетом всех пожеланий других людей. Кому как понравится. Ну, как бы всем не угодишь. И есть разница писать то, что тебя сейчас, здесь и сейчас. Тревожит, волнует, сидит что-то такое. Вот как заноза такая вот в пальце сидит. И сидит, и сидит. И ты прямо все время обращаешь на это внимание. Учишься не сбегать от боли. Не подавлять ее. Потому что посту надо писать. А пост надо писать от чувств. 21 день. Привычка формируется. Говорят. Не знаю. Я вот сейчас проверила. И на 21 день я, собственно, настолько поняла, что я прямо себя люблю. Я открылась. Я прямо поняла, что я для себя. Я не для кого-то. И все делаю это я только для себя. Короче, это работа. Это очень серьезная работа. Она чем хороша, даже не хороша, чем она легче, чем какая-то огромная такая работа, которая, нужно ее выполнить в достаточно короткие сроки. Что здесь сроки достаточно длительные. И поэтому работа происходит более мягко. И ты знаешь, что если что-то поднялось у тебя, ура, есть тема для поста. То есть просто идешь и идешь за своими чувствами. Каждый день. Это просто, я не знаю, это просто чудо. Этот марафон – это чудо. Сколько я не работала бы над собой раньше. Вот это оказалось тем инструментом для меня самой. Не для кого-то, как я раньше. О, классно, я инструмент нашла какой-то для себя. Попробовала. А потом думаю, так, я его срочно буду сейчас использовать на других. Это только для себя. И это подарок прям себе. Я хочу вообще всем сказать спасибо огромное девчонкам, которые откликались и комментировали. Раньше я как-то ждала так комментарии и лайки у себя в основном аккаунте на свои посты. И я их ждала для того, чтобы себя почувствовать. Ну да, я вот такая вот хорошая. А сейчас я просто... Какую мне еще идею подкинут? Какую мысль классную мне дадут для меня самой? И всегда читаешь других и тоже берешь это только для себя. Я вообще просто получила на марафоне то, что нигде не получала. Таких изменений глобальных в жизни у меня не было. Вот, допустим, я 20 лет с правами. Я вообще практически, если садилась за руль, то это было так. Чего делаю? Звонок прервал. Вот, я хотела рассказать про то, как я сейчас вожу машину. У меня права на 20 лет. И это было... В общем, я ни разу не водила машину сама, чтобы это было... Мозг включался. Видимо, слишком много было стрессов. Не знаю, я не разбиралась, в общем, в этом. И сейчас я практически... Я один день еще написала сверх марафона. Тоже просто продолжением было. И я сейчас каждый вечер... Раньше я вечером писала пост. А сейчас я вечером еду. Я также в точности. В любое состояние... Как условия на марафоне. В любом состоянии пишешь пост. Вот я сейчас в любом состоянии еду за рулем. Час примерно. Сколько можно, сколько позволит время. Я в разные районы. То есть, это что-то новое каждый раз. Это, ну, может быть, куда-то надо съездить. Там до родителей, к примеру. Что-то взять или увезти. Это тоже здесь и сейчас. И еще. Езжу сейчас на нашей общей машине со своим бывшим мужем, с которым мы снова вместе. Вот. Пять лет мы были вообще в разводе. И никогда я не думала, что мы будем вместе. Это даже не обсуждалось. Это даже... Несмотря на то, что у нас двое детей. И мы, в принципе, все время... Общих дел очень много. Он все время рядом. Но про вместе нет. Не было. Такие результаты я понимаю, что я получила гораздо больше, чем я ожидала. Гораздо больше, чем я шла. Зачем я шла? Я очень люблю Нелли. Прямо искренне. Я очень рада, что она в моей жизни появилась. Я очень люблю всех, кто рядом с ней. Потому что это... Это клад. Всех целую. Всех, с кем переписывались. Всех, с кем комментировались друг у друга. Я тоже обрела на марафоне какой-то круг новых друзей. То есть это не только новые события. Это новые люди. Все. Всем пока.